Всем огромный привет, ребята! С вами я, Лена, и вы находитесь на моем канале. И сегодня я снимаю новое видео, и это видео об ответах на ваши письма. Опять же-таки показываю вам блокнотик. Вот, и сейчас скажу, для кого тут будут письма. Для Маркеловой Алисы, Юли Белоус, Алине Гавриловой Даше, Карине Тю, Королевой Полине, Павлюк Анастасии, Лере Дурмановой, Семиной Юли и Зайцевой Оле. Два вот эти вот, это заказчики. И, кстати, да, напоминаю вам опять же-таки, что у меня есть свой интернет-магазин ВКонтакте. И ссылочку на него я оставила внизу в описании, так что, если вы еще не подписались, то обязательно подписывайтесь. Ссылка внизу в описании. А также на моем канале проходит конкурс, ссылка тоже в описании. Переходите в описание прямо сейчас, прямо по всем ссылкам переходите, и будьте молодцами. В общем, давайте начнем. Давайте, наверное, начнем вот с этих писем, потом к этим перейдем, и потом к этим. Так, это у нас творческие письма для Юли Белоус и Маркелова Алисы. Даже не знаю, какого начнем, но давайте с Юли Белоус, так как оно лежит выше. И, кстати, все эти письма уже сегодня отправятся в путь. В общем, вот так выглядит конверт. И давайте посмотрим на все, что находится внутри. Это вот такой вот mail art. Вот так вот он выглядит. Тут сургучная печать с гербарием. Вот. И вот так вот он открывается. Потом, когда буду отправлять, я вот тут подклею, чтобы оно вот так не открывалось, потому что фолдер оказался очень пухленьким. В общем, когда мы открываем, мы видим очень милую композицию. Так, давайте я все буду доставать. Все так туго достается. Так, вот тут вот у нас, во-первых, это mail tag. И на нем сургучная печать с множеством, точнее, с тремя листиками гербария. И тут сзади находятся вопросы. Дальше это вот такой вот крафтовый конвертик. В нем находятся четыре сургучных печати. Я надеюсь, Юля сможет их применить для творчества, так как они мне безумно нравятся. Далее это письмецо. Оно небольшое, оформлено вот такими вот обрывками, снизу и сверху, с двух сторон. И последнее это вот такая вот открытка с мишкой Тедди. Сзади она оформлена вот так вот и подписана. Очень милая. И последнее это вот такой вот кармашек, в котором лежат вещицы. Кто-то фолдер может так стоять. Так, во-первых, это декоративный скотч, один ПВХ, другой бумажный. Бумажного, к сожалению, не очень большая намотка, хватит на нижнюю часть странички. Но я все-таки надеюсь, что ты найдешь ему применение, потому что он довольно прикольный. Дальше это вот такой вот прозрачный конвертик, в котором лежат наклеечки. Открывать не буду. И последнее это конвертик с чаем. Тут лежат два чаечка, и они черные. Юлия, надеюсь, тебе понравилось свое письмо, и оно как можно скорее до тебя дойдет. Следующее тоже творческое письмо для Маркеловой Алисы. Конвертик я оформила вот таким вот обрывочком небольшим, на котором я написала индекс. То есть так слегка оформила конвертик. Тут у нас лежит вот такой вот фолдер. Он мне тоже очень сильно нравится. Он в такой теме кристаллов. Ну вот, кристаллеобразный, такой розоватый теме. В общем, мне очень нравится. Посмотрите, тут тоже сургучная печать, тоже очень красивая. Мне очень нравятся эти переходы с золотым, розовым, серебряным, белым цветом. Это очень интересно смотрится. Когда мы открываем, мы видим чай. Я его, по-моему, сюда приклеила. Либо он сюда приклеился. Короче, ладно, не буду доставать. Так, дальше это скотчи и наклейки. Так, сейчас нужно аккуратненько все отсюда достать. Вроде бы это все. Тут лежит три декоративных бумажных очень классных скотчика. И разнообразные наклейки. Это все содержимое этого конвертика. А точнее, кармашка. Далее, с этой стороны, открытка и скраб элементы. Такс. Во-первых, открыточка, она не подписанная, ты можешь ее использовать. Скраб элементы тоже на эту тему, под тему фолдера. Сзади вот такие вот. И вот такой вот тоже скраб элемент с кристаллами. На этом было все письмо. И Алиса, жди его. Точнее, нет, я забыла совсем, что сзади у меня тут письмецо в таком прозрачном кармашке. Ты его вот так вот отклеишь и достанешь. Точно. Так что вот, теперь это точно все письмо. Следующие два письма совместно с заказами. Это для Юли Семиной и для Оли. В общем, заказы показывать не буду, так как во вчерашнем видео вы смогли увидеть, как я их даже собираю. Конверт Оли выглядит вот так. Заказик тут вот. Дальше. А, да, это тоже заказик. Так, визиточка тоже. Потом две вот таких вот скраб бумаги. По ее просьбе. И в нее я пыталась положить всю эту канцелярию, но, честно говоря, она выпадывает. То есть тут разные наклеечки, распечаточки, стикеры, скотчи вот тут вот. В общем, показывать все это подробно я не буду, так как тут много всего и все в разброс. Это все письмо для Оли и также жди его. Следующее письмо для Юли Семиной. И конверт выглядит вот таким вот образом. Так, давайте посмотрим на все, что тут лежит. Во-первых, это две скраб бумаги, точнее четыре. Так, также вот тут вот ее заказик. Показывать не буду. И вот такой вот mail folder. Вот так вот выглядит. Когда мы открываем, то мы видим много всего. Так, во-первых, в этом конвертике у нас наклейки. Я думаю, показывать не буду. То есть там объемные, плоские. И тут такие вот наклейки в моем интернет-магазине. Да, это не заказ, это я и решила положить. Также love is. Тут их, по-моему, шесть. Так, дальше. Вот это вот вечно отпадывает. Мне, наверное, нужно подклеить все-таки клеемомент. Неужели у меня клей закончился? Там вроде что-то есть, но оно вообще пипец как выдавливается еле-еле. Ну, блин, я не знаю. Ну, ладно, не буду подклеивать. В общем, буду надеяться, что ничего страшного. В общем, в этом кармашке стикеры. В этом скраб элементы. Тут письмо. Тут декоративные скотчи. А тут пустой конвертик. Действительно. Ребята, почему бы и нет? Почему бы не оставить конвертик пустым? По-моему, это конвертик будет под скраб элементов. Но я подумала, что тут что-то лежит. О, боже. Просто. Я не знаю, как так можно. Может быть, вот отсюда. Ну, ладно, пусть будет пустой конвертик. Я надеюсь, что ничего страшного, Юля. Что получилось, просто я немножко это... Да. Ступила. Ну и, в принципе, это да. Это все письмо было. Ну и заказник. Тоже можно ждать. Далее мы переходим к обычным письмам. Первое письмо для Алины. Ну, из города Наволоки. Я надеюсь, что все эти письма отправятся. Вдруг мне не хватит марок просто. Я просто не знаю. Если не хватит, то я вам сообщу в следующем видео. Будем надеяться, что хватит. Просто у меня очень много писем, на которые не наклеены марки. Вот. Так, во-первых, это записка. И также стикеры. Разные стикеры, фруктики. Тут всякие листочки для записи. Вот сердечки. Ну и, в принципе, да. Это все письмо для Алины. Можешь его тоже ждать. Так, следующее письмо для Гавриловой Даши. Давайте посмотрим все, что тут лежит. Так, это, во-первых, небольшое письмецо. Так, я вижу, что стразик откуда-то отклеился. Видимо, это у меня откуда-то. Так, куда бы мне его деть. Так, в общем, декоративный скотч. Флэш-татуру. То есть, тут тоже собирала по просьбе. И также вот разнообразные наклеечки. Объемная одна. И остальные все плоские. Это было все письмо. Также можешь его ждать. Следующее письмо для Карины Тю. Кстати, в начале видео я забыла, кому... А, я не забыла. Нет, я не забыла точно. Я подумала, что я забыла сказать, кому будут письма в этом видео. По-моему, я Карину не назвала. Ну, ладно. Так, смотрим на все содержимое. Во-первых, это стикеры. Чай. Разнообразные наклейки. И декоративный скотч. Это тоже было все письмо. И можешь его ждать. Следующее письмо для Королевой Полины. Так, со-первых, это ответы на вопросы. Тут лежит канцелярия. Так, моя подпись. Два декоративных бумажных скотча. Очень классных. Так, еще декоративный скотч. Тут тоже разные. Но довольно красивые. Так, разные стикеры-фруктики. Вот еще скотчи. Тут очень много скотчей. И вот разнообразные тут стикеры-фруктики. Вот. Это, в принципе, все письмо. Тут еще такое вот письмо. Спасибо тоже за твое письмо. И ждет меня ответ. Ну, точнее, правильно сказать, не ждет меня ответ, а типа, жди, когда придет мое письмо тебе. Ну, и, в принципе, это относится и ко всем девочкам тоже. Вот уже и предпоследнее письмо. И оно для Павлюка Анастасии. Она мне прислала адрес, поэтому я его наклеила на конверт, чтобы я не ошиблась, там и так далее. В общем, вокруг вот так вот приукрасила. И давайте посмотрим все, что тут лежит. Так, во-первых, это письмо. Такое оно тут тоже вот украшено. Так, и в нем лежит канцелярия. Во-первых, это вся канцелярия, там наклейки, скотчи, стикеры. Или скотчей тут нет. Ну, в общем, он закрыт, поэтому вот. Я его еще вот так вот приукрасила. Вот все, что там лежит. Он такой довольно пухленький. Нет, там скотч тоже вот есть. И также вот такая почтовая карточка, которую ты потом сможешь использовать для своих целей. И, в принципе, это было все письмо, тоже можешь его ждать. И последнее письмо для Леры Дурмановой. Во-первых, это письмо. И такой конвертик с подарочками. Вот такой конвертик лежит вся канцелярия. Во-первых, это разнообразные наклейки. Также декоративные скотчи. Всякие вот еще наклейки и сборочка стикеров. Очень классные. И также вот такие вот. В принципе, это было все письмо, тоже можешь его ждать. А на этом было все мое видео. В скором времени я уже побегу на почту, чтобы отправить все письма, которые были в прошлом выпуске, в прошлом видео и в этом видео. Ну, в общем, все-все-все-все-все-все. Так, на этом было все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и заходить в мой интернет-магазин ВКонтакте обязательно. Ссылка внизу в описании. Всех люблю. Пока.